Моё почтение, друзья! Сегодня нас гостеприимно встречает Ивановка. Субтитры делал DimaTorzok от православия и некоторых других христианских направлений. У нас нет ни икон, ни христов, ни свечей. Молокане не принимают водного крещения, не едят свинину и употребляют молоко и молочные продукты в Великий Пост. А ещё мне, будучи, как я уже неоднократно в этом убеждался, счастливчиком оказываться там, куда, как говорится, посторонним, а тем более с камерой, вход воспрещён, довелось побывать и вам впоследствии продемонстрировать этот визит в Доме молитвы, где проходило вечернее обучение познания Священного Писания. Нам также поведали о трёх версиях происхождения слова «молокане», одна из которых связана со словосочетанием «молоканут», а другие ассоциируются с молоком. Кстати, в прошлый раз я не сказал вам, что когда мы возвращались с собрания, которое, напомню, проходило вечером, то немного, хотя нет, скорее даже сильно, заблудились. Причиной этому стал густой, подобный молоку туман. И да, признаюсь, потеряться в молочном тумане, пребывая в гостях у молока, это было эпическим приключением, чему я чрезвычайно рад. Ведь подобные истечения обстоятельств всегда придают путешествию особые эмоциональные краски, делая его и дальнейшее повествование о нём более выразительным, так сказать. В первой части мы побывали и в расположенном Доме культуры Краеведческом музее, где познакомились с некоторыми нюансами прошлого, связанными с селом Ивановка, русскими молоканами Азербайджана и историей их переселения на Кавказ. Полюбовались оригинальными, что важно, экспонатами и узнали о традиции музея, по которой посетители делают памятные фото здесь в старинной одежде, с гармонью или с аккордеоном в руках. И это действительно впечатляет. Помимо всего этого, музеи и установленные в селе мемориалы открыли нам страницы истории, на которых с гордостью вписаны героизм и отвага жителей Ивановки. Ну что ж, теперь, думаю, можно начинать продолжение, которое, как я говорил в первой части, будет насыщено невероятными вкусовыми ощущениями. Так что приготовьтесь, есть большая вероятность проголодаться от просмотра. Итак, друзья, Ивановка – это одно из тех мест на карте Азербайджана, которые славятся продукцией, изготовленной из сельскохозяйственного сырья собственного производства. Сыр, сметана, масло и так далее. Это действительно является неоспоримой правдой. Сам лично пробовал, знакомые привозили. Пальчики оближешь. И сейчас я постараюсь подглядеть за процессом изготовления некоторых здешних вкусностей. Он силен, горчит и питателен. Силен, потому что очень близко стоит к порождению. Питателен, потому что представляет остаток из наиболее мясистой части молока. Горчит, потому что жирен. Так говорил древнегреческий целитель, врач и философ Гиппократ о сыре. Что ж, друзья, будем выведывать секреты ивановских сывоваров. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Полина. Очень приятно. Спасибо. Ну что ж, мне очень интересно посмотреть, с чего же начинается процесс приготовления той вкуснятины, которую мы только что пробовали. Ну, во-первых, сначала оно начинается с доставки молока, которое нам привозят. Его заливают в специальную ванну и нагревают до 85 градусов. Часть молока останется в ванне и пойдет на сепарацию, а количество, необходимое для изготовления сыра, переливают в другую емкость. Там молоко должно остыть до 37 градусов. Так, ну что ж, молоко у нас остыло. Что мы теперь делаем? Мы начинаем ее заквашивать, чтобы она садилась у нас в дальнейшем. А что это такое у вас? Это накваска специально для сыра. Так. С помощью ее всегда мы квасим сыр. Ну, достаточно. И после этого? Это нужно размешивать, да. Все мы будем размешивать. Хотите, вы тоже помешайте, поучаствуйте с нами. Я никогда не участвовал в подобном процессе. Да. Хотя этот продукт я очень люблю. Размешивайте. Не то, что даже не участвовал. Я даже не видел, как... Приготавливается. Приготавливается. Это вкуснятина. Поэтому для меня это очень трепетный момент сейчас. Да. Все. Теперь мы будем ее ждать, чтобы она у нас села. Это нам понадобится где-то 20, 30, 35. Ну, в таких пределах времени. Будем ждать. Будем ждать, да. Будем ждать. Что делать? Будем ждать. По истечении необходимого времени переходим к следующему этапу. О, я смотрю, уже консистенция поменялась. Да, консистенция поменялась. Сыр отделился. И вот это вот то, что жидкость, это мы называем сывороткой. Тщательно все перемешиваем и оставляем отдохнуть минут на 10, чтобы сыр опустился вниз, отделившись от сыворотки, которую впоследствии необходимо процедить. Но ее не утилизирует. Сыворотка нам еще понадобится. Сыр у нас там на дне уже. Вот я его вижу. Да, ну это часть всплывает, а в основном он там весь. Красивый какой сыр. Мы его собираем в один вот такой, как бы, крупный квадрат такой формы. Ну, уже как бы будет сыр. И подгнет потом его поставим. То есть, грубо говоря, это уже готовый сыр. Да. Но он должен отстояться. Немножко, да, подгнетом поставить. Да, подгнетом. А можно попробовать его? Можно, можно, можно. Друзья, ну что, барабанную дробь. Пробую первый раз сыр в таком виде. Ну, не соленая еще немножко, потому что без соли. Все равно это нечто. Это потрясающе вкусно. Да, вкусно, очень вкусно, правильно вы заметили. Так, ну что, сформировали заготовку и оставляем ее на некоторое время под гнетом. После того, как он под гнетом постоял, мы его освобождаем от марли. Делается это очень аккуратно, дабы избежать образования разломов на сыре. Хотя, думаю, они на вкус никак не повлияют. А вот с эстетической точки зрения, да, могут нарушить в прямом и переносном смысле целостность композиции, скажем так. Затем сырную заготовку нарезают. Друзья, честно говоря, это очень такой ответственный, трепетный момент. От этого решается судьба будущего сыра, которым будут наслаждаться его счастливые покупатели. Давайте. А теперь пора засаливать нарезанный сыр. Вот соль у нас. Как мы его будем засаливать? Сверху и вот чуть-чуть вот как бы сюда, да, чтобы вот она корочка приобрелась. Засолив сыр, необходимо подождать минут 10. Я смотрю, вот он сверху уже как будто бы немножко покрылся некой корочкой, да? Корочкой, да, хрустящей, ну такой, да, скрепленной, да, это соль так его. Внутри он еще мягкий, да, насколько? Да, внутри мягкий, потому что там как бы соль еще, она будет вот здесь вот в процессе вот этого. Ну, в принципе, это уже готовый сыр. Да, можно кушать. То есть его можно уже употреблять? Да, да. Можно попробовать его? Можно, можно, конечно, можно. На этом этапе его приготовления? Да, сейчас я отрежу вам, вы попробуете. У нас есть клиенты, которые приходят и говорят, мы хотим малосоленый сыр, вот такой, чтобы прям вот как вот сейчас вот этот, и вот мы для них готовим такое, не которые уже выдержанные, а вот такой малосоленый. То есть сверху он немножко просолился, появилась корочка, а внутри он пока еще пресный. Да, еще он не особо такой этот мягкий. Ну что, барабанная дробь. Это нечто. Это очень молочный, нежный, чистый, натуральный вкус. Полезный. Полезный, самый главный. Да, самый главный. Доведем начатое до конца. На следующем этапе нарезанный, засоленный сыр, который, кстати, если вы еще не догадались, по его внешнему виду называется брынза, плотно кусочек к кусочку складывают в отдельную емкость. Так он в дальнейшем хорошо сохранит форму. После возвращаемся к сыворотке. Как я и говорил, она нам пригодилась. В ней растворяют соль. Процесс контролируется солимером. Содержание соли не должно превышать 16%. Заливаем раствором сыр. Мы его залили и теперь... Все, и теперь в холодильник мы ставим. Вот в таком виде мы ставим. Да, накрываем крышечкой и в холодильник. Насколько времени? Ну, есть люди, которые приходят к клиенту, они говорят, что я хочу свежий. Мы можем прям продавать, потому что здесь все безопасно. Безопасно. Сами вы видели. А если через два дня кто-то придет, у него уже, конечно, будет больше соленый такой вкус. А если через неделю, он уже начинается такой вот, как бы спевший, мы говорим, сыр. Я хочу спросить, у вас будете пробовать? Ну, если угостить, конечно, с удовольствием. Да. Спасибо большое. Да, попробуйте. Скажите, как, что. Ну, я думаю, что должно понравиться. Я очень сильно дрожню наших зрителей. Уверен в этом. Но это на самом деле очень вкусно, поверьте. Всем. Спасибо вам большое за мастер-класс. На здоровье. Так, с производством и вкусом Ивановской брынзы мы познакомились. Но выезжать на другую локацию пока рано, ведь нам сейчас предстоит подсмотреть за производством некоторых других экологически чистых, натуральных вкусностей, которые изготавливает семья Новосельцевых. И теперь пришла очередь познакомиться с рецептурными тонкостями любимого многими кисломолочного продукта белого цвета, который не только является идеальной заправкой для многих салатов и в целом важным ингредиентом разнообразных блюд, но и имеет пищевую ценность, а также богат витаминами и элементами, важными для нормальной жизнедеятельности организма. Это сливки. Все начинается с промывки сепаратора теплой водой. Это также способствует его прогреванию, что является важным нюансом в получении качественного продукта. Затем предварительно доведенное до 80 градусов и остуженное до приблизительно 30-40 градусов натуральное деревенское парное молоко заливается в сепаратор. Вот таким образом. Получается у нас сепарация молока. Отсюда у нас выходит это обратно, то есть обезжиренное молоко. Впоследствии можно и сыр делать. Из этого молока? Да, из этого молока тоже можно делать сыр. Он обезжиренный. Класс обезжиренный, так скажем. Отсюда у нас поступают сливки. То есть волшебство начинается с этой сливки. Да, вот она вкуснятина пошла. Вкуснятина пошла. До 40% бывает жирность сливок. Да, 38, 40, 42. Чистые сливки, чистые молочные сливки. Друзья, посмотрите, как это выглядит. Это невероятно. Это натурально. Я уже не говорю о запахе. И прям жару с пыла будем пробовать. Давайте пробуйте. Кстати, надо загадать желание. Никогда подобное не пробовал. Прямо в процессе производства. Ну что, надеюсь, желание сбудется? Будем. Очень жаль, что камера не может передать всех этих ароматов, которые мы сейчас ощущаем и вкусов, которые я сюда очень пробую. И никак не могу остановиться. Но это действительно нечто. Нечто. Это сказочное ощущение. И, кстати, я почувствовал какой-то прилик силы. Будет, конечно. Так должно быть. Так должно быть. Так должно быть. Друзья, поверьте, я абсолютно не преувеличиваю. Действительно, натуральный продукт не только порадовал мои рецепторы, открыв передо мной секретную тропинку, ведущую в королевство вкусового блаженства, но и зарядил меня положительной энергией на все оставшееся время Ивановской экспедиции. И мы своими глазами сегодня увидели, насколько это экологически чистый продукт. Экологически чистый продукт. И как интересно это все происходит. Все еще почему, секрет такой, зависит от корма. Чем кормят скотину? Очень, да. Очень, если он хорошими, так скажем, кормами. Ну, сухая сена, там, скажем, жмых, комбикорма, все такие. Поэтому вот так получается очень вкусное производство. Ну, я так понимаю, экология Азербайджана позволяет все это делать? Позволяет, позволяет. Слава Богу, хорошо, слава Богу, позволяет. Свежие сливки, как вы, наверное, уже обратили внимание, имеют жидкую консистенцию. Для того, чтобы стать густыми, им необходимо, как здесь говорят, отдохнуть или поспеть 2-3 дня. Впоследствии из этих сливок изготавливают один из неотъемлемых ингредиентов большинства блюд, а тем более в азербайджанской кухне – сливочное масло. Весь процесс его производства мы сейчас не сможем продемонстрировать. Но один из этапов, а точнее практически финальный, мы все же смогли заснять. Так называемый отжим масла. Хочу подчеркнуть его запах. Он, честно говоря, напомнил мне запах пломбира. Мороженое. Мороженое, да, правда. Это потрясающе на самом деле. Я смотрю, какая-то жидкость остается после того, как вы формируете масляные формы. А что это за жидкость? Ну, это жидкость, мы говорим, айран. Это остатки после масла. Вот. Его можно также использовать в пищу. Это не, хочу сказать, безотходное производство, да? Безотходное, скажем так. То есть его можно употреблять? Его можно употреблять. Приготовляют женщины даже, что-то пекут из него. Вот. И еще можно, значит, варят его, пьют, так скажем, да. А в таком виде его можно употреблять? Можно, можно, это же, это же, это же пастель. Как интересно. Да, кипяченое молоко, это. Как интересно. Спасибо, спасибо. Попробуйте вот так. Обязательно надо загадать желание. Надеюсь, оно сбудется. Ну что, попробую. Попробуйте. Друзья, это вкус сказки. Это без преувеличения вкус сказки. На самом деле, я уверен, мое желание сбудется после такого вкуса. Конечно, да. Оно должно обязательно сбыться. Вам обязательно нужно приехать в Иванг и попробовать все это самому. Это деревенское, все чистое, да, правда. Да, чистая правда. Так же, как и то, что всякое направление и в любое время года, так или иначе, приведет каждого исследователя к чему-нибудь интересному, познавательному, вкусному и к многим другим впечатляющим граням славной страны огней. И на этом мне придется сообщить о том, что сегодня выпуск подошел к концу. Но в следующий раз мы продолжим наше вкусовое исследование села Ивановка Исмайлинского района Азербайджана. А пока, друзья, всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова